Добрый вечер, уважаемые телезрители! В прямом эфире на телеканале Видное ТВ продолжается серия передач «Разговор с депутатом», куда мы для откровенной беседы приглашаем народных избранников нашего муниципалитета. Сегодня у нас в гостях Мария Гаевская, депутат Совета депутатов Ленинского городского округа. Мария Викторовна, добрый вечер, спасибо, что нашли время и пришли. Добрый вечер, спасибо, что пригласили. Прежде чем начать разговор, вспомню, что сегодня день волонтера Московской области. Я знаю, что вы большое внимание уделяете этой теме. Волонтерском движении при Общественной палате Ленинского городского округа. Давайте поздравим этих неравнодушных людей с большим сердцем и расскажите об этой вашей ипостасе. Я очень рада, что именно сегодня, в этот день, я могу поздравить своих коллег, всех друзей, всех, с кем мы работали в это непростое время и продолжаем трудиться. Дорогие, поздравляю. Спасибо, что вы рядом, что вы неравнодушны. Я горжусь, что я знакома, и я удостоена чести работать с этими людьми. У нас впереди много работы. Это и с членами Общественной палаты, и с членами Ассоциации советов многоквартирных домов под руководцем Лерна Радемилы Васильевны. Вместе мы сделаем много. Год назад мы с вами уже встречались в первом эфире. Это было как раз перед выборами. И вы говорили о планах на 2020 год. Расскажите, что удалось воплотить? Все ли задачи, которые вы тогда поставили, выполнены? Нет, конечно, задачи все не выполнены. Во-первых, конечно же, хотелось отметить, что все наказы избирателей, которые были поставлены передо мной, приняты в работу, они прорабатываются. Часть из них уже реализована. Об этом много также рассказывалось. Проведено несколько десятков встреч, как личных, так и с представительной администрацией, с жителями моего округа. Также про волонтерское движение мы уже сказали. Мы вместе его реализовывали. Под моим руководством управляющая компания «Зеленая аллея» вошла в пятерку лучших управляющих компаний и продолжает вести этот статус. Ну, так в двух словах, наверное. Тем не менее, без проблем никуда. Самая животрепещущая тема, которая волнует жителей «Зеленых аллей», это, конечно, дороги. Недавно начались работы на дороге, на пересечении выезда из «Зеленых аллей» и деревни Тарачева. Расскажите немножко о планах, в какие сроки она будет завершена. Работы у нас проводятся на дороге по адресу бульвар «Зеленая аллея» и дом 2. Долгожданный ремонт дороги. Речь идет о переносе участка газопровода. Как только эти работы будут завершены, мы ориентируемся на срок, наверное, еще где-то 2 недели. Будет закончено благоустройство по этой территории, завершены дорожные работы, и дорога в будущем, я думаю, что до конца года перейдет в муниципальную собственность. И как следствие поедет общественный транспорт. Это наши такие большие ожидания. Ну, а детали об этом ремонте мы узнаем из нашего следующего сюжета. Выехать из северной части ЖК «Зеленой аллеи» в районе второго дома настоящий квест, признаются жители. Дорога разбита, огромные выбоины и всего одна полоса. Из-за того, что не переложен асфальт, у нас нет общественного транспорта. Это самая большая проблема в нашем ЖК. Соответственно, посмотрите, как они ездят по этой дороге. Большие ямы. Это хотя бы чуть-чуть засыпали. Дорогу застройщик обещал отремонтировать еще в 2016 году, с момента сдачи домов в эксплуатацию. Но по разным причинам благоустройство постоянно откладывалось. Ремонта этой дороги жители «Зеленых аллей» ждали целых 4 года. И вот, наконец, работы стартовали. Но перед этим нужно разобраться с подземным газопроводом. Ведь именно он сейчас мешает благоустройству. Дело в том, что газовые коммуникации деревни Тарычева проходят слишком близко к поверхности земли. И чтобы отремонтировать дорогу, их надо перенести. На сегодняшний момент это одна из острых проблем нашего ЖК. Долгожданная история. Вся дорога в нашем ЖК «Зеленой аллеи» она на балансе у застройщика на сегодняшний день. И перекладка газа поможет в скорейшей передаче дорог в муниципалитет с дальнейшим обслуживанием. И я надеюсь, что это произойдет уже в этом году. И хоть работы еще предстоит много, местные жители уже празднуют маленькую, но все же победу. Мы очень рады, наконец, что у нас переносят газ, что сделают этот перешейк, что не будет ям. Наконец, передадут дорогу городу. Сделают дорожную разметку. Может быть, появятся дополнительные парковочные места, и людям будет проще жить. От застройщика, конечно, нам сложно добиваться всего. С городом работать немного легче. Наконец-то пошел процесс. Мы все ждали. Только сегодня с утра читала гневную статью в Инстаграме о том, что когда же это будет. Вот вышли на прогулку, и, конечно, очень радует картина. Мы рады, что вы делаете дорогу. Очень рады. Спасибо вам большое. Здесь невозможно проехать. Сейчас уже я стараюсь, чтобы нормально будет. И люди тоже очень довольны будут. По словам застройщика, дорогу планируется сделать двухполосной. оборудовать тротуар, а также провести комплексное благоустройство прилегающей территории. Но сначала объектом займутся газовые службы. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видное ТВ. В продолжение дорожной темы. Как сейчас обстоят дела с выездом из зеленых аллей на трассу М4 Дон? Да, это, наверное, один из самых острых вопросов в нашем ЖК. Сейчас мы наблюдаем за активным строительством дороги, и возобновлением строительства. По обещаниям застройщиков, дорога будет реализована уже в следующем году. И я уверена, что она разгрузит наш микрорайон. Если все-таки более подробнее о сроках, следующий год – это начало, конец, какие-то все... На самом деле... Я, честно говоря, боюсь, конечно, утверждать какие-то точные даты, но вот съезд на, как называется, бублик М4, да, трассу М4, планирует в первом квартале 2021 года завершить. Останется вопрос по соединению нашего микрорайона, и он планируется также реализоваться в следующем году. Я... Мне бы очень хотелось, чтобы он был в начале года. Ждем. Ну, сейчас работы ведутся там. Да. Ну, не могу спросить про долгожданный новый детский сад «Зеленых аллеек». Тоже какие подвижки в этом направлении есть? Также можем наблюдать, да, у нас во дворе во второй очереди строится детский сад, долгожданный детский сад, потому что острая нехватка мест и количество детей в детских садах – это такой тоже сложный вопрос. Сейчас мы ждем открытия детского сада также в первом квартале 2021 года, и я прям думаю, что очень насыщенный у нас будет начало года. Дай бог. А я напомню нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, и мы с нетерпением ждем ваши вопросы. Телефоны о наших Коранах. Вы много встречаетесь с избирателями, у вас много активных, активных и инициативных жителей. Вот, в частности, недавно была встреча про благоустройство Малого Тарачевского пруда с активными жителями, с представителями власти. Расскажите, пожалуйста, о каким будет пруд. Я надеюсь, уже скоро. Да, это излюбленное место жителей не только ЖК «Зеленая аллея», но и улицы Школьные, улицы Лемешка. В настоящий момент мы наблюдаем уже там частично какое-то благоустройство. Если говорить немножко про историю, то с 2016 года, с начала открытия нашего микрорайона «Зеленая аллея», мы с жителями организовывали субботники. Это и весной, и летом активно занимались уборкой пруда, уборка прилегающей территории из «Зеленых аллей» и со зеленой школьной. Вот, это был такой частый запрос от жителей. Собирали подписи, обращались в администрацию, и в область обращались по вопросу благоустройства, приведения в порядок, полноценное. Там требуется и очистка воды, и хотелось бы, конечно, многим хотелось всегда, чтобы можно было прогуливаться вокруг пруда. В настоящий момент разработана концепция. В субботу мы знакомили жителей ЖК «Зеленая аллея» с этой концепцией, голосовали за нее. Конечно, впереди еще много работы, корректировок, потому что жители активно взялись за обсуждение этого вопроса. Вот расскажите, если у человека есть какие-то идеи, пожелания, как он может их выразить и принять участие? Каким образом? В настоящий момент, в принципе, уже несколько голосований было запущено. Я знаю, что в эту субботу тоже планируется встреча с жителями. В социальных сетях, в принципе, публикует время, место встречи. Можно лично мне написать в социальных сетях, на электронную почту, также на прием прием. Если можно, озвучьте тогда и телефон, и почту, чтобы… В Инстаграме, все меня знают, Мария Гаевская, можно в бит легко найти и в личку, в принципе, всегда написать. Прием я веду адресу Бульвар Зеленой аллеи, дом 1, офис управляющей компании, каждый первый понедельник месяца с 17 до 20.00. Ну и помимо этого, в принципе, там же можно меня найти в любой день. В принципе, я никогда никому не отказываю, всегда встречаюсь с жителями. Ну а наша телекомпания показывала сюжет про недавнюю встречу по поводу пруда. Давайте посмотрим этот материал. Идея благоустройства Малого Тарычевского пруда появилась около пяти лет назад у самых первых жителей комплекса Зеленой аллеи. Здесь видновчане провели не один субботник, чтобы превратить территорию в зону отдыха. То, что сейчас минимальное благоустройство виде дорожек, этого недостаточно. Очень много жителей, у нас сейчас живет порядка 15 тысяч жителей, и просто физически некуда ходить. Поэтому стали обращения такие, и во время предвыборной кампании стал вопрос о благоустройстве в полноценном этого Тарычевского пруда. Концепция благоустройства территории включает в себя небольшую смотровую площадку с летним кафе, веранды, зоны для детей и занятий спортом. Пространство вокруг пруда станет удобным местом для прогулок. Помимо привычных пешеходных троп, здесь появятся дорожки на сваях. Основная задача, которая сейчас поставлена проектировщику, предусмотреть полностью, чтобы этой зоной пользовались не только люди, которые имеют все свои способности, но и непосредственно те, которые ограничены в них. В настоящий момент противоположная сторона пруда труднодоступна, однако проект предусматривает ее укрепление и очистку для организации прогулочной зоны. Будет, если и вырубка, то только исключительно санитарная, рассматривать те деревья, которые хорошие, убирать, конечно, их никто не будет. Будут обыгрываться вокруг них пешеходные дорожки. В проекте предусмотрено и помещение для проведения в летнее время различных мастер-классов. Зимой оно может быть использовано как раздевалка. Так как Малый Трачевский пруд хорошо промерзает, здесь планируют организовать каток. Проект мне очень понравился. Я надеюсь, что, конечно, то, что нам показали на картинке, оно так и в жизнь воплотится. И мне очень нравится песочница, которая должна здесь располагаться, потому что такая же песочница есть в парке Горького. У меня вообще идея другая. В проекте благоустройства этой территории нужно учесть очистку пруда и запрудить пруд потом карасями. Диалог о развитии общественных пространств между администрацией и муниципалитетом, депутатами, общественниками и активными жителями продолжится и после встречи в телеграм-канале парки Ленинского городского округа. Она будет открыта, именно прорабатываться, давать нам предложения. Мы будем их обсуждать, в том числе это как раз на ответ на вопрос по зеленым аллеям, есть ли какие-то еще дополнительные разведки. Вот вы будете проявлять инициативу, значит, какие-то замечания, возражения, все будем делать на площадке. До конца года проект благоустройства территории Малого Трачевского пруда должен пройти экспертизу, после чего будет определена стоимость работ. Его реализация намечена на 2021 год. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Мария Викторовна, может, еще расскажете о каких-то деталях, в частности, конечно, и сроки интересуют, когда пруд станет местом притяжения. Ну, хотелось бы отметить, что, в принципе, главной концепцией благоустройства пруда является максимально сохранить ландшафт, сохранить природу пруда и использовать в благоустройстве максимально натуральные материалы. Таким образом, допустим, дорожки все вокруг пруда будут выполнены из деревянных настилов. Они частично будут выходить над водой. Значит, острый вопрос в обсуждениях. Я, может быть, немножко переключусь на обсуждениях в социальных сетях. Допустим, по поводу песочницы. Это даже было запущено в голосовании, и жители, кто-то выражает свое мнение против этой песочницы. Я хотела бы сказать, что песочница планируется не просто стандартным, как мы себе представляем, квадрат и обычный песок. Там планируются прямо мафы, трактор и так далее. То есть некий интерактив, где дети смогут использовать. По-моему, в нескольких парках, в Заряде, по-моему, есть тоже такие песочницы, и многие их используют. Также острый вопрос стоит про кафе. Многие считают, что там прям целый ресторан откроют, и не надо нам. Мы хотим спокойно, тихий отдых. Конечно же, я встречалась недавно с разработчиками тоже, с участниками разработки концепции. Мы обсуждали, очень много замечаний услышали, адресовали там дополнительные дорожки. Таким образом, в принципе, что понравилось, нас слышат. И вот со стороны у нас есть мост, выход от школы, переход в старый город, так называемый. И там, в принципе, очень многие переживали, что не будет прохода. У нас будет спуск туда, такой змееобразный, для мам с колясками. Так что какие-то элементы добавили. А сроки? Сроки, в принципе, до конца года планируется разработка именно проекта. Потому что сейчас это только концепция. И дальше уже будет выноситься он в область. Это областной, будет за областные деньги спонсируется проект. Планируем в 2021 году. Там уже как время ляжет, посмотрим. Дай Бог. Поступают вопросы от наших телезрителей. Вот Константин спрашивает, когда будет открыта дорога с выездом на МКАД? На МКАД у нас дороги никогда не планировалось. Раньше мы об этом говорили. Выезд на съезд на трассу Москва-Дон. Планируется открытие в 2021 году. Вот поступают вопросы и по благоустройству пруда. Сергей Николаевич спрашивает, будет ли освещение? Конечно. Да, освещение будет. Там целый проект, очень красивый. Он взят, даже я скажу, немножко делились проектировщики. Концепция взята за основу заводские, значит, как это, осветительные, да, такие мачты. Вот. Там они будут дизайнерские, очень красивые. Их будет много. И с освещением проблем не будет, это точно. А я напомню нашим телезрителям, что мы ждем ваши вопросы. Телефоны вы видите на экранах. Давайте перенесемся в другой населенный пункт муниципалитета, где вы также представляете интересы избирателей. Это поселок совхоза имени Ленина. Здесь появилось движение за совхоз, за людей, за достойное будущее. Расскажите, с какой целью он у нас создано? Какие задачи стоят? Мы с моими единомышленниками, наверное, да, с Артемом Грудининым, и с Александром Баюклиным организовали, учредили общественное движение. Основная задача его – это настройка выстраивания диалога среди жителей. То есть, как бы, скажем, такой треугольник, да, это, конечно, во главе всегда стоят жители совхоза имени Ленина. Это действующая власть сейчас на территории, и не только совхоза, но и вообще наша областная, ну, окружная, да, городского округа власть. И это местные действующие предприниматели на территории совхоза имени Ленина. Ранее такого диалога нет. Сейчас, конечно же, благодаря нашим встречам, обращениям, мы видим изменения, да. Никто не говорит, не ругать, что было плохо. Нет, мы только за диалог, за улучшение ситуации, да. Сейчас в очень многих подъездах, допустим, на квартирных домах начался ремонт, который жители достаточно долго ожидали. Вот, и благодаря налаживанию вот этого диалога очень многие вопросы сдвигаются с мертвой точки, и очень много благодарности в наш адрес также получаем. Одной из главных трудностей в 2020 году стал, конечно, коронавирус. Он внес существенные трудности в работу. Как осуществлялась ваша работа, в частности, в первую волну? Какие-то, на самом деле, были затруднения или нет? Ну, хотелось бы отметить, что поддержка в это непростое время и волонтерская деятельность – это, конечно, выбор каждого человека. Никто никого не обязывает, да. Это личный долг каждого человека. Что делали мы? Если говорить в общем, да, о волонтерском движении в нашем Ленинском городском округе, ну, конечно, была большая помощь в сборе продуктовых наборов от губернатора Московской области. Это не только сбор, но и доставка до нуждающихся. Нуждающиеся были там среди разных социальных категорий, такие как многодетные семьи, малоимущие, помощь старшему поколению 65+. Лично мы на территории ЖК «Зеленая аллея» организовывали такие акции, как бесплатная раздача масок. Допустим, там более 2000 мы раздали бесплатно жителям, когда, помните, время было сложное, и маски везде пропали, а если были, то стоили просто баснословных денег. Ну вот, в этот момент мы поддержали наших жителей. Мы расставляли санитайзеры дезинфекции для рук, также, соответственно, бесплатно. Небольшую помощь оказывают также в дом ребенка. Мы предоставляли им моющие средства, дезинфицирующие, тоже маски. Ну, это так, наверное, из основного. Задач много. С какими трудностями основными вы сталкиваетесь в реализации проектов? И если проблемы возникают, какие алгоритмы у вас существуют, чтобы их решать? Ну, на мой взгляд, трудности, они вообще у всех случаются. Всех и везде, при решении любых вопросов. Вопрос, как из них выходить. И одна из самых главных, наверное, проблем вообще, в принципе, я считаю, что это отсутствие коммуникации. Люди не могут договориться, и нет диалога. Поэтому, в принципе, основной инструмент в решении таких задач, вообще проблем всех, это диалог, в первую очередь. Какие задачи вы перед собой ставите? Какие задачи перед собой ставлю? Это, конечно, завершение и реализация уже начатых проектов. Это выполнение обязательств перед моими избирателями. Мы скоро откроем, наверное, ну, не, наверное, точно откроем. Долгожданный проект для многих жителей ЖК «Зеленая лея» – это собачья площадка. Мы ее организовали вместе с жителями по их запросу. Вот, буквально там на днях уже заканчивают покрытие. Тоже такая долгожданная история. Вчера, допустим, у меня была встреча с жителями. Точно так же там собирали подписи. Новый запрос на хоккейную коробку. Вот. Ничего подобного в ЖК «Зеленая лея» нет. Требуется. Да, молодежи много. Спортом тоже всем интересно заниматься. Впереди у нас разработка концепции, да, определение места, определение там, сметной стоимости. И дальше поиск источников финансирования. Проектов много, они каждый день приходят, соответственно, что-то вот определяем. То есть наказов от избирателей хватает. Да, работы много. Я напомню, что Мария Гаевская регулярно проводит встречи с избирателями. Она проводится первый понедельник месяца с 17 до 20 часов по адресу Видное, Бульвар, Зеленая лея, дом 1, помещение управляющей компании. Мария Викторовна, спасибо, что пришли. Успехов вам в решении ваших задач, многочисленных наказов зрителей. Если вы что-то хотите сказать избирателям, то пожалуйста. Я хотела бы сказать, что я всегда открыта к общению. Меня можно найти в социальных сетях, да, на территории ЖК «Зеленой аллеи». Можно позвонить, мой телефон тоже достаточно в открытом доступе. Я повторюсь, что я за диалог. И я всегда готова прийти на помощь всем и каждому. Спасибо большое. А я напомню нашим телезрителям, что у нас в прямом эфире была беседа с депутатом Совета депутатов Ленинского городского округа Марии Гаевской. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова